Наконец-то я выбрал всю на рыбалку. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я твикли, ребята, и я продолжаю снимать различные видеоролики в этой круто деревне Майнкрафта, друзья. Сейчас я пошёл, как вы видите, рыбачить, да, я достаточно давно не рыбачил, в последний раз рыбачил я летом, а сейчас уже, да, сейчас уже конец ноября, ребят, ну, середина, хорошо, середина. Хорошо, ребят, как вы поняли, по названию этого видеоролика сегодня мы будем тестировать костюм марсианского охотника, и почему-то у меня вообще рыба не ловится. Ага, вот смотрите, плывёт что-то так, опа, я поймал палку, серьёзно, ладно, ребят, в общем-то, ребят, сегодня, как вы поняли по названию этого видеоролика, я буду тестировать костюм марсианского охотника, ребят, и вы, типа, спросите, какого фига, я же уже тестировал этот костюм, но, ребята, нет, я тестировал другой костюм, сегодня буду тестировать его вторую версию из сериала Супергерл. Ребят, если вы хотите больше видео о Супергерлах в Майнкрафте, то, пожалуйста, ставьте свой лайк, давайте на этом видео наберём целых 300 лайков, и я нашёл пузырь коды, офигеть. Так, хорошо, давайте мы ещё кинем, ещё всловим, я хочу, наконец-таки, словить рыбу, потому что, ребят, ну, когда я сейчас вообще не работаю, как бы в деревне, да, я уволюсь с профессии фермера, вот, и сейчас я, как бы, живу сам по себе, да, то есть, можно сказать, сейчас в деревне жители Майнкрафта я безработный, ребят, но на это есть свои причины. К примеру, то, что я скоро буду расширять свою лабораторию, ребят, да, как вы знаете, да что ж такое, что за хрень попадается, ребят, рыба фига, ну, кому она нужна вообще? Давайте её выпустим обратно в море, ну, наверное, она уже не будет плавать, но ладно, вот, как вы знаете, я, ребят, не буду строить свою базу в той вот скале сзади, вот, ребят, я буду расширять уже мою имеющуюся лабораторию, потому что я почитал, ребят, количество ресурсов на новую лабораторию, и для этого мне понадобится их очень много, ребят, поэтому это очень большие расходы, и мне просто не хватит денег, и, наконец-то, ребят, я поймал лосося, да, всё, фух, ребят, я просто задолбался там стоять, на самом деле, я там уже стоял где-то час, вообще ничего, ребята, не ловится, я не знаю почему, так, хорошо, в принципе, у нас есть лосось, давайте пока его здесь на столе оставим, так, хоть, потом приготовлю что-то из него, так, ой, и, конечно же, удочку тоже оставим на кровать, ой, на стуле, да, на столе подлежит, всё, я пошёл, да, что ж такое, блин, всё тут подлежит, так, ребят, и, ребят, спускаемся в нашу лабораторию, и сейчас, короче, я вам покажу вторую версию костюма Арсенского Охотника, и вот как она выглядит, ребят, выглядит она достаточно круто, вот, можете сравнить с первой версией, ребят, и сейчас, ребят, я его надену, и мы его подробненько сравним, вот, посмотрите, вот он выглядит вот так вот, вот, то есть, у него немного потемнее костюм, и сама кожа, она такая бледная достаточно, также у него, как видите, глаза на один блок, а тут на два блока, ну, я так образно выражаюсь, конечно же, на пиксели, да, на пиксели, вот, ребят, потом плащи, плащи, также у них разные, у одного синие, у второго фиолетового, ну, этот костюм, который сейчас на мне, он более такой мрачноватый, согласитесь, потому что вот этот, который справа от меня, это по комиксам, который сделан, да, вот, а вот этот, который на мне сейчас, это сделан по сериалу, так что, ребята, конечно же, в реальной жизни все костюмы выглядят немного мрачновато, и так, ребят, и, кстати, да, обязательно напишите в комментариях, какой костюм вам нравится больше, вот этот, который сейчас на мне, то есть, обновленная версия русского охотника, или же старая, то есть, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, какая вам больше версия нравится, лично мне, я не буду это скрывать, нравится первая версия, да, ребят, вы можете удивитесь, но мне действительно нравится, Оригинал. Не знаю, почему. Как-то оно новое, он мне вообще не заходит. У него, ну, немного стрёмные такие глаза. А вот у первого, они какие-то даже добрые, что ли. Я не знаю, как вам объяснить. В общем, давайте уже будем испытывать способности этого костюма. И, как видите, первая способность, это всё как у того костюма. Но есть некоторые отличия. Итак, первая способность, это, конечно же, полёт. Мы можем летать. Вот, то есть, да, вот я сейчас в креативе летаю. Вообще, давайте, ребят, выйдем на улицу. Хотя, зачем нам выходить? Мы же, знаете, Вы же знаете, как можно сделать? Можно сделать вот так вот. Точнее, вот так вот. И вот так вот. И просто, ребята, вылететь. Вот, все, мы вылетели. И вот, ребята, мы можем летать. То есть, абсолютно, вообще, нам пофиг, ребята. Мы вот так вот летаем. Так, хоть, 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 хоть. И, ребята, вы просто очень сильно забомбили в комментариях под видео, где я тестировал костюмарсинского охотника, первую часть. Вы просто, ребята, там забомбили и написали то, что я типа не показал еще одну способность, да, ребят? Я в курсе то, что я ее не показал, и я это сделал специально для вот этого костюма, потому что если бы я ее тогда показал, то сейчас бы вам уже было неинтересно смотреть этот видеоролик, ребят, но сейчас я вам покажу ту самую способность, о которой вы меня просили, а именно мы можем сменить себе внешний облик, то есть поменять себе, грубо говоря, скин. Да, ребята, просто мы нажимаем на одну волшебную кнопочку, сейчас мы спустимся на землю, нажимаем, и мы можем, можем, ребята, ввести сюда любой никнейм и стать любым персонажем. Давайте, к примеру, ввести, ну, вы знаете, кто это, наверное, и так, и, ребята, мы что-то не получилось, у нас что-то сделать, так, ага, то есть, подождитесь, Клэр, так, давайте попробуем какой-то другой ник, давайте попробуем мистер Анфайни, так, это ютубер тоже один, так, мистер Анфайни, получится или нет? И, ребята, почему-то у нас не получается, я вроде бы ввел, но почему-то у нас скин не поставился, ребят, я не знаю, ну, как это вообще связано, ну, вроде, как бы ввел, но ничего не происходит, может, я что-то не так делаю, что-то, ребята, у меня не очень, потому что получается, ну, ладно, ребята, вот что-то вы суть поняли, то есть, мы можем, как бы, сюда ввести любой никнейм и поменять наш внешний облик, ребят, но почему-то у меня это сейчас не работает, не знаю, может, у меня отключили интернет, ну, в общем, даже если мы поменяем скин на обычного Стива, то сейчас, ну, веду Стив, вот, то мы все равно, ребят, как бы превращаемся в обычного человека, мы можем, как бы, так замаскироваться, если я сейчас пойду в этом облике в деревню, то, как бы, меня не узнают, давайте мы это сделаем, так, вот так, сейчас спускаемся, так, тихо, опа, так, и просто мы идем, как обычный Стив, да, ребята, мы такие идем, 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 на самом деле, это мы двигали только в образе Стива, давайте пойдем к этому жителю, ой, здорова, привет, странник, что ты делаешь в нашей деревне? Я просто пришел посмотреть вашу деревню, она вроде красивая, кстати, я знаю, как тебя зовут. Что? Откуда? Ты Фрэнк. Да, ну, как ты узнал? Ты что, ясновидящий? Ну, наверное. Боже мой. Ха, ребят, мы просто разыграли, вы просто это видели, ой, так, тихо, 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 он увидел, что я, полетел, ребят, ладно, давайте улетим. В общем, ребят, мы поменяли себе скин, и, кстати, там почему-то разбитости кое-то раз, а во-вторых, я понял, почему нам дается слабость, когда я вылетал в прошлой части вот отсюда. То есть, ребят, марсианский охотник, он боится огня, оказывается, ребят, я этого действительно знал, и вы мне это написали в комментариях, вот, и теперь я знаю то, что от лавы и от огня обычно нам дается урон, ребят. Ну что ж, давайте мы уже отсюда улетим, потому что я не хочу, чтобы я получал урон. Давайте поменяем себе на обычный скин, на марсианского охотника. И давайте, ребята, сейчас я включу мобов, мы немного с ними подеремся. Я включу на сложность сложно, потому что я в прошлых частях костюмов дралась всегда на сложности легкой. Так, включаем, ребята, опа, и сейчас мы будем ждать новых мобов. Так, 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 есть мобы. А да, ребят, еще одна способность этого костюма, точнее, ее отсутствие, это то, что на этом костюме нет лазерного зрения. Да, ребят, это просто ужасно, тут нет лазерного зрения, это просто, это очень-очень неудобно. И сейчас нас атакуют бандиты. Так, 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 мы можем сделать себя неосезаемым. Вот так вот, не, не, не так. А, как, на какую-то там кнопку, господи, я забыл, они меня сбили. Так, вот так вот. Так, опа. А, нет, они все равно в меня попадают. Ну ладно, давайте мы вот так вот из-под земли их атакуем. Так, опа, опа, опа. Так, осторожно, осторожно. Еще из-под земли вот так вот. Опа, 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 опа. Получайте. Так, блин, ребят, это так, они там под шахтой, поэтому давайте вот так уйдем. Оп. И сейчас их всех тут раскидаем, этих бандитов. Ой, господи, я в него стреляю с пистолета. Так, так, так. Да, блин, я не хочу с пистолета стрелять. Слышь, ты, получай. Ой-ой-ой-ой, ребят, меня отравили. Жесть просто. Так, 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 так. Ё-моё, ребят, меня отравили. Ё-моё. Капец, ребята, я отравлен. Так, все вроде нормально уже все, да? Нет, ребят, не все нормально. Просто, ребят, посмотрите, у нас тошнота. Нашего максианского охотника отравили. Это все эти чертовые бандиты, ребята. Капец, просто еле-еле с ними справился. Так, и насколько нам это удалось, потому что реально неудобно. Так. Давайте мы попробуем подраться с крипером. Так, получай, получай, получай. Из двух ударов просто, ребят, выносим всех. Просто офигенный костюм, ребят, но меня отравили. Это просто очень плохо. Так, я вижу паука-наездника. Давайте мы сделаем вот... Не так. Давайте мы сделаем вот так. Будем невидимым. Вот так вот невидимым будем бить по пауку. Так, они меня все равно видят. Это реально плохо. И осторожно, осторожно. Так, 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 так. Подлетаем, подлетаем. Так. И, ребята, у меня этот газ отравил. И теперь, смотрите, у меня сердце забирается. И что бы мне сейчас еще не сдохнуть здесь? Так, получай, крипер. Так, блин. Очень-очень плохо все. Так, давайте мы это выключим и подойдем к этим мобам. И так, хыть, хыть, хыть. Хыть, хыть, хыть. Они, конечно, не такие сильные, как бандиты, ребят, но все же они мне тоже какой-никакой урон дают. И это плохо. Так, вон, давайте залетим на скулы. И, кстати, эффект уже тошноты и всего прочего пропал, но у нас до сих пор забираются сердечки. И, видимо, нас реально сильно отравили. Там какой-то чувак в маске нас отравил. Так, паук. Да. Как-то без залазенного зрения вообще неинтересно, если честно, играть за этот костюм. Но все равно, ребята, он достаточно классный. Тоже достаточно сильный, но он послабее, чем первая версия. И это понятно почему. Да потому, что у него просто нет воззывного зрения, ребята. И все. Давайте еще помочим этого зомбика. Все, ребята, мы отлично его замочили. Так, ну, ребята, я не знаю. Давайте уже на этом будем завершать. И, блин, это просто какая-то жесть. Меня постоянно бьет этой штукой. Что ж, как я уже сказал, давайте будем завершать. Ребята, пишите обязательно в комментариях, какой мне еще костюм протестировать. Я постараюсь выполнить все ваши просьбы. То есть, какой вы, кажется, напишите, тут я протестирую. Даже, возможно, если получится, то протестировать костюм Человека-паука, который вы у меня просите уже, наверное, недели-две. Ну, ладно, ребята, на этом все. С вами был Отвикли. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ребята, я не прощаюсь. Я говорю вам до новых встреч, друзья.